Как известно, дорога не прощает ошибок. Любое, даже на первый взгляд, незначительное нарушение правил дорожного движения может обернуться трагедией. Подробности в нашей постоянной рубрике. 26 ноября на автодороге Белореченск-Геогинская водитель авто «Вортекс Истина» наехала на пешехода, который вышел на проезжую часть дороги. В результате аварии 57-летний пешеход скончался по дороге в больницу. По предварительной версии, погибший является виновником ДТП, поскольку нарушил правила дорожного движения. 27 ноября на улице Первомайской водитель АКИ при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с ВАЗ-2112, который двигался навстречу. От удара машина въехала в металлическое ограждение. В результате аварии водитель и пассажирка АКИ были госпитализированы. Предварительный виновник – водитель АКИ. 28 ноября на автодороге Майкопусь-Лобинск-Реновск водитель «Форд Фокус» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Опельвита». В результате аварии пассажирка «Форд Фокуса» получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Предварительный виновник аварии – водитель «Форда», неправильно выбравший дистанцию. 29 ноября на автодороге Южный химзавод водитель Мазды превысила скорость, из-за чего не справилась с управлением, допустила съезд с дороги и наехала на дерево. С ранениями женщина была госпитализирована. Она, по предварительной версии, является виновником аварии. В этот же день в селе Архиповское неустановленный водитель на неустановленном авто наехал на велосипедиста и скрылся с места ДТП. В результате аварии велосипедист-пенсионер с ранениями различной степени тяжести был госпитализирован. Предварительный виновник и причины ДТП устанавливаются. Еще одна авария произошла в этот же день на автодороге Майкоп-Услабинск-Кореновск. Водитель «Вольвел» с полуприцепом при повороте направо не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель и его пассажирка были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Причина аварии – несоблюдение скоростного режима.